Премия, учрежденная фондом Егора Гайдара, вручалась в Москве уже в седьмой раз. В Театре нации собрались люди, многие из которых знали лично ученого и экономиста Гайдара, с чьим именем связаны рыночные реформы 90-х годов. Среди гостей немало чиновников, занимавших высокие посты в команде президента Бориса Ельцина. Давайте попробовать сами, спокойно, трезво, взвешенно, с настоящих научных позиций смотреть на изменяющуюся жизнь, смотреть на то, что происходит в стране, смотреть на себя самих, и не только на наши достижения, но и на наши ошибки, на наши недостатки, извлекать из них уроки. Только так, я убежден, всегда делал Егор Гайдар, и только так за нами будет не только прошлое, но и будущее. Побольше оптимизма. По традиции премия вручалась в четырех номинациях. За выдающийся вклад в области экономики, в области истории и развитие международных гуманитарных связей с Россией. Особняком в этом списке стоит премия за действия, способствующие формированию гражданского общества. Призовой фонд этой премии – один миллион рублей, в остальных номинациях вдвое меньше. Получил эту награду социолог Лев Гудков. У меня нет такого самомнения, что это лично мне, но я рассматриваю это как признание значимости деятельности Левадо-центра. Все-таки того центра, который сохраняет и дух Левадовский, но и все-таки ведет свою собственную независимую исследовательскую деятельность, что мне чрезвычайно важно. За выдающийся вклад в области истории наградили автора монографии «20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витты Столыпина» историка Михаила Давыдова. По его мнению, российскому обществу не хватает терпимости, которая была у обоих героев его книги. В России было возможно и уже начало строиться и полноценное гражданское общество, и правовое государство. Путь этот был очень долгим, непростым, но уже определенно не труднее, чем путь построения социализма в одной отдельно взятой стране. И этот вывод, я считаю, достаточно важным. Важным. Премии и награды в Театре нации вручены в том числе и в области экономики, которая как предмет и наука развивается. Однако, что касается реального положения дел в России, тут совсем иная картина. Плохо развивается наша рыночная экономика. Это меня очень беспокоит. Тот рост ничтожный, который мы наблюдаем в пределах, так сказать, статистической ошибки. Ну, рост-то бог с ним. А то, что постоянно падают доходы населения, немножко стала расти зарплата, но тоже очень мало. После того падения, которое было там последние 3-4 года, этот рост недостаточный. Но кто попал в первую очередь в трудное положение? Тот, кто взял кредиты, часто хорошо рассчитав свои возможности. Потом, здрасте, ему преподнесли кризис, у него упали доходы, он не может платить. И дело доходит просто до трагедии, с которыми как-то надо справляться. С момента основания премии Егора Гайдара лауреатами становились экономист Евгений Ясин, правозащитник Ольга Романова, руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова и другие общественные деятели. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.